Когда и как Путин фальсифицирует выборы? Фальсификациями во время дня голосования в России давно уже никого не удивить. Мы с вами все знаем кучу примеров, как вбрасывали бюллетени, как прямо на участках или при подведении итогов выборов избирательные комиссии нагло меняли результаты. Но на самом деле подтасовки в день голосования это лишь маленькая верхушка айсберга. На самом деле основная часть фальсификации происходит гораздо раньше. Выборы в России фальсифицируются тогда, когда об этом никто еще не думает. Путин крадет выборы у нас прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Я бы сформулировал общий принцип так. Я думаю в Кремле где-то прямо на стенке золотыми буквами записано правило. Плох тот администратор выборов, которому приходится вбрасывать бюллетени и переписывать протоколы. Хороший, опытный жулик умеет решить все заранее. Честно говоря, Кремлю просто и не остается ничего иного. Потому что в нынешней политической ситуации откладывать подведение итогов выборов на день голосования это слишком большой риск для них. Ну смотрите сами. Рейтинги Единой России падают много лет подряд. Они упали настолько, что принадлежность к так называемой партии власти стала клеймом позора для кандидатов. Эта этикетка прибавляет не рейтинг, а антирейтинг. Единороссы Путин и Собянин на последние свои выборы шли самовыдвиженцами, как и очень многие другие их статусные однопартийцы. Почему? Потому что они хорошо понимали и знали, как люди воспринимают Единую Россию, партию жуликов и воров. И даже уже подконтрольные власти соцопросы признают, что и сам Путин вовсе не всенародный любимец. Даже в фальшивых рейтингах в ЦИОМа давно уже нет никаких 86%. Это у Путина. А у Единой России вовсе плохие дела. Там и 30% нет. А мест в Госдуме хочется получить гораздо больше. Партия власти хочет, как и сейчас, контролировать конституционное большинство. Как им этого добиться? Для власти это знакомая проблема. И она уже с 2007 года решает эту проблему путем фальсификации выборов. Но знает, делать это непосредственно на участках слишком рискованно. И может быть поздно. Ну вспомните протесты, которые охватили всю страну, когда вскрылись массовые фальсификации в 2011 году. Путину не понравилось. И так он теперь больше не делает. Теперь Путин применяет гораздо более основательный и тонкий подход к подтасовке выборов. Главное. Фальсификации начинаются тогда, когда обычный человек еще даже не задумывается о том, что впереди какие-то там выборы. Начинаются они с преследования политических активистов. С устранения потенциальных конкурентов на дальних подступах к бюллетеню. Ведь сильные независимые политики опираются на реальную поддержку избирателей. Больше им не на что. И поэтому они должны быть заметны, активны, вести политическую работу все время, а не только перед выборами. Как иначе получить сторонников? Никак. А без сторонников, честно, не выиграть выборы. Поэтому политики работают. Поэтому они становятся заметны. И поэтому на самом начальном этапе власть проводит кампанию по их дискредитации. Включая всю свою государственную машину, черного пиара и контрпропаганды. Обычно это делается весьма топорно. Ну, помните, скажем, дешевую подставу «Яшин пнул кота» с переодетыми актерами. Но ведь все равно вредит. Знаете, как говорится, то ли он украл, то ли у него украли. А осадочек-то остался. Контрпропаганда создает негативный фон вокруг имени каждого независимого политика. И тот все равно вынужден тратить хотя бы часть своего времени и сил на доказывание того, что он не верблюд. И все равно находятся впечатлительные личности, колеблющиеся избиратели, которые, насмотревшись мусорных пропагандистских вбросов, решают «Да ну оно все к чертовой матери, все там они на выборах жулики, не хочу разбираться, не пойду никуда». Каждый такой избиратель, а их, как вы знаете, очень много. Это маленькая победа Путина. Раньше Кремль считал, что этого достаточно. Но мы вместе с вами доказали, что умеем агитировать лучше помоечных пропагандистов. Наши кандидаты побеждают, несмотря на черный пиар. Поэтому самых сильных и независимых кандидатов власть преследует теперь и другими методами, якобы законными. Я уточню, мы все еще говорим о событиях, которые могут происходить задолго до формального начала выборов, когда еще даже не выдвинулся никто. На этом этапе против политиков заводятся многочисленные административные или даже уголовные дела. Ну административка, вроде «Ну какая это проблема? Ну посадили на 15 суток?» Звучит не так страшно, как тюрьма. Но ведь это 15 дней без работы, без живого контакта с избирателями, а для политика перед выборами каждый день на счету. Конечно, в России независимые кандидаты и к этому привыкли, но тогда вход идет в следующий уровень фальсификации. Уголовные дела. Можно завести липовое уголовное дело, чтобы кандидата не допустить на выборы под предлогом судимости. Можно потоньше назначить политику «Домашний арест», как Любови Соболь или Олегу Степанову. Ну давай, попробуй-ка, веди из-под ареста избирательную кампанию. Тут ведь, видите, какая хитрость получается? Тут ЦИК, оказывается, вроде как бы и ни при чем. Дела-то ведь возбуждает Ниэла Памфилова. И она может выйти и говорить «Принципы честных выборов не нарушаются. Я-то только исполняю закон. Но закон от меня требует не регистрировать кандидатов с судимостью. Вот я и не регистрирую». Конечно, в реальности и ЦИК, и Кремль, и администрация президента, и силовики действуют совместно. Только для совсем уж не искушенных в политике людей санитарное дело – это что-то там про какой-то митинг. Люди, кто понимает политическую реальность, конечно, должны осознавать, что это в первую очередь прямой удар по газдумской кампании Любови Соболь. Большого другого смысла в абсурдном уголовном деле нет. Следующий этап фальсификации выборов – это недопуск кандидатов по подписям. Тут уже в дело вступает ведомство Эллы Памфиловой. Все мы знаем многочисленные абсурдные истории про то, как браковали даже подпись мужа или жены кандидата. Про намеренные ошибки при вводе данных в систему проверки. Ну и просто про прямое вранье кремлевских экспертов-почерковедов. Примеров накоплено уже тысячи. Короче говоря, надо понимать очень важную вещь. Выборы – это не день голосования. Эти слова «выборы» и «голосование» вообще не синонимы. Выборы – это длительный процесс, который начинается задолго до того, как ЦИК формально объявит их. И поэтому фальсифицируются выборы не только в день голосования, а задолго-задолго до него. Я сейчас перечислил вам несколько основных методов такой фальсификации. Их цель – ослабить независимых политиков, противников власти. В идеале вообще не дать им оказаться в бюллетене. То есть, по сути, фальсифицируется сама реальность, само политическое поле. Оно подменяется властью так, чтобы вместо честного соперничества идей и политических взглядов, конкуренции программ, получить на выходе победу провластного кандидата без какого-либо сопротивления. Выборы в России – это как если бы боксеру перед матчем за титул подбросили бы наркотики, закрыли бы в тюрьму, или бы руку сломали, или не давали бы спать. А потом говорили бы, ну, наш боксер победил честно. Он-то же не виноват, что противник вообще не вышел на ринг. Или вышел, но не мог сопротивляться. Именно поэтому один из важнейших принципов демократических конкурентных выборов – это равенство возможностей. И в законе оно у нас прописано. Например, есть лимит на бюджет избирательного фонда, есть правила агитации, которые вообще-то гарантируют каждому кандидату равный доступ к эфиру на телевидении, к рекламным билбордам. Увы, этот принцип в России не действует уже давно, и с каждым годом становится все хуже. Оппоненты власти подвергаются постоянному давлению. Они вынуждены сражаться не за сердца избирателей, а против бюрократии избирательных комиссий, против репрессивной машины и против лживой пропаганды. Пока их соперники ведут свою избирательную кампанию и как бы ни при чем. И вот только если независимый кандидат каким-то чудом пробился в бюллетень, если его не сняли с дистанции по какому-нибудь нелепому поводу во время кампании, только после этого проходит само голосование, где используются все те подтасовки, которые обычно имеются в виду, когда мы говорим о фальсификации выборов. Карусели, вбросы, переписывание протоколов и все такое прочее. Но факт-то в том, что к тому времени сами выборы уже в значительной степени фальсифицированы. Иногда настолько, что манипуляции на участках становятся просто не нужны. Очень важно понимать, что нас с вами лишают выборов не в день голосования. Это происходит прямо сейчас. Мы сейчас видим преследование уже выдвинувшихся кандидатов и политиков, которые только собираются пойти на выборы в Госдуму. Мешая их кампаниям, заводя уголовные дела, власть фальсифицирует выборы сильно заранее и при этом добивается того, что негативный эффект этой несправедливости как бы размывается во времени. Вон прокурор Москвы, черногорский бизнесмен Денис Попов пишет нам черным по белому «Постановляю запретить штабам Навального участие в выборах». Он пишет это сейчас, а не в день голосования. Задача Кремля проста. Одно дело, когда люди шли голосовать против Единой России, а на выходе с участка буквально им говорили, что они поставили галочку за Единую Россию. Как это было в 2011 году? Это сразу приводит к мощной вспышке негодования, как было во время Болотной. Но когда выборы фальсифицируются постепенно, загодя, тогда в людях не вызывается вот такая же реакция возмущения. Как я уже говорил, сейчас-то многие даже и не думают о выборах. Многим кажется, что сейчас нет никаких выборов. Нечего фальсифицировать. Конечно, нужно против этого протестовать. Нужно понимать политический момент и протестовать не только против абсурдного санитарного дела, не только против ареста конкретного человека, а протестовать против обмана и фальсификации выборов, которые с помощью этих дел и арестов происходят. И, конечно, нужно не забывать про самый крутой работающий механизм борьбы с таким типом махинаций. Это умное голосование. Ведь даже полная зачистка бюллетеня от оппозиционных кандидатов не спасет единороссов, если мы дружно проголосуем против них за конкретных кандидатов в каждом округе, за самых сильных противников партии власти. Да, мы не изберем хороших и правильных политиков, но так это и невозможно в нынешней ситуации, когда их все равно в бюллетень не пускают. Если власть жульничает, надо ломать ее игру. И вместе, с помощью умного голосования, мы сможем это сделать, как уже дважды смогли на региональных выборах. Сможем и на выборах Госдумы. Подписывайтесь на мой канал и задавайте новые вопросы. Я отвечу на них в следующих выпусках.